Снимались ли энцефалограммы у приматов, которые обучили, семья обучила? Если да, то какие были очень интересные данные? Не знаю. Скорее МРТ нужно. Первый вопрос такой. Какие приматы более успели в обучении? Не было каких-то особо выделяющихся. То есть брали орангутана, обучали. В общем, кого получилось, того и обучали. Кому дали, какого дали примата, такого и пытались обучить. То есть по слову и шимпадзе примерно одинаково уходили эти люди, да? Да. Нет, ну видишь, они же правы. Просто смотри, получить обезьяну не так просто. Поэтому, если получалось получить разрешение на запрос, ну вот ты хотел провести эксперимент с орангутаном, сделал запрос, а тебе вдруг его выдали, ура, и тебе не дадут еще над вторым и над третьим. То есть успех от вида не зависит? Кажется, нет. Пока динаем загорелся. Да, и было очень мало эксперимента. Да, и второе у меня еще раз. Да. То есть вот эти все эксперименты делались, видимо, для того, чтобы как-то проявить интеллектуальные способности примата, так? Да. Не проявить, а исследовать. Ислу исследовать. Можно ли говорить, что полученные результаты, они свойственны или относятся ко всем вниматам, не только к тем, которые обучали, но и тем, которые бегают где-то в джунглях такого же вида? То есть они все имеют одинаковый текст? Ну, да, почему нет? Они брали просто необычного примата, обучали результат. Да. Представляли ли различные черты характера различных приматов? Да. В книгах этих написано, что да, но я не знаю. Известно, что с ними дальше стало. То есть у них примата сбоку жизни меньше, чем у них? К сожалению, через 7 лет у них исходит срок годности, и их отправляют на усыпление. Не разрешают почему-то проводить эксперименты, если шимпанзе старше 7 лет. А зачем усыпление? Я не знаю. Меня это возмущает. Я не знаю. Да. Почему символы такие сложные? Как вообще, когда придумано? То есть, как бы, если, например, брать в интерфейс, что-то, как бы, для человека, там все иконки и так далее, они такой очень понятный, то есть там, в принципе, любой догадается. Ну, почему для обезьяна какой-то другой символ? Я не думаю, что наша буква А как-то сильно отличается от буквы на лексиграммах в йоркском языке. Буква А ничего не значит, ничего не иллюстрирует. И также, когда придумывали языки, посредники сделали специально так, чтобы символы ничего не иллюстрировали. А вот там в обезьяне, как бы, она так понимала речность, получается, она просто знала, что там слово «милк» означает эту кнопку, или она как-то... Да, мы так же, мы знаем, что слово, что буква А, это вот это вот, нам сказали так в детстве, так же и... То есть, получается, им как бы и показывали это, то есть, и речь, то есть, как бы совсем... Их обучение практически ничем не отличалось от обучения детей. Да. А не было эти переметы в общении друг с другом, приматов разных видов? Не знаю. В общем, я бы раньше как раз рассказывала, что полиглот научился не в своем жизни. А так, конечно, тут не тот вопрос. Да. А у них обучаемые цифровые? Не уверена. Возможно, так же, как и у людей. А у них вроде зависит, как-то, чем нравится, значит, реванкичка. Ну да, там нейросети формируются по-другому в детстве. Возможно, у них так же. Ну, мозг похож. М? Не так, как и у людей? Я думаю, похоже. У меня практичный вопрос. В этих цифровых учениках открывается, каким-то образом, технология упрощения процесса обучения. Вот, если приматов, как и обучить, можно перенести это на нашу жизнь и каким-то образом кодировать символы, то, что мы обучаем, чтобы еще проще запомнить. Их обучали так же, как обучают наших детей. Ну, в смысле, как вы бы учили ребенка языку, так и приматов обучали. Нет никакого секретного способа. И еще книжка называется «Устоки морали». А какие моральные проявления приматов наблюдали? Ох, это длинная лекция. Ну, в кратце, какие-нибудь там. Они сочувствуют друг другу, сочувствуют друг другу сильнее, чем людям, так же, как и люди сочувствуют людям сильнее, чем приматам. Они сочувствуют другим животным. Любят котят. У них есть суеверие. У меня вопрос. Есть ли какие-то исследования, или какие вообще были, какой эффект был в области положительной суммы? То есть получилось ли сформировать какое-то такое сообщество этих обзьянков, говорящих, да, которые бы смогли передавать дальше эти знания так, чтобы они не деградировали, а наоборот развивались? Я не уверена насчет, чтобы они не деградировали, но приматы могут обучать своих детей. Я не уверена, искажаются ли эти знания в процессе обучения. А если люди обучаются, у детей искажаются знания в процессе обучения? Здесь зависит от величины популяции. Здесь, ну, просто мне интересно, какие обстоятельства в этих экспериментах. Есть ли такие эксперименты вообще, ставятся ли на группе? Да, были... Можем это через 5 лет получить там общество варящих обезьян, которые начнут через 5 лет заниматься еще наукой, да, можно поговорить. Непонятно, если их не спишут. Вот почему их списывают. Они боятся обратно в джунгли, потому что они там не знают. Ну, смотри, были такие племена, находили племена с обезьянами, где какой-то из приматов был людьми обучен, что можно две палки соединить и ими кокос пальмы достать. В итоге он обучал всех в своем племени, и они все пользовались этим, а ребята из соседнего племени этим не пользовались. Потому что это соседнее племя, они даже видели, что эти так делали, но не хотели. В итоге обезьяны умели, а те не было. Да, хотя те видели этот способ. Для сих пор эта группа обезьян, вот они отличаются тем, что они до сих пор уже... Не знаю, что там до сих пор... Это не генетический факт. Нет, я понимаю, я имею в виду, сохраняется ли они через популяцию без человека? Классический пример, как раз связано с обезьянами, есть обезьяны, которые живут в Атвике разных видов. Есть обезьяны, которые живут на Тихоокеанских и в Дальней Азии. И обезьяны разных видов Африки умеют разбивать кокос и делают это одной рукой. Обезьяны разных видов в Азии умеют разбивать кокос и делают это двумя руками. И это зависит не от видов, а от навыков, которые были им переданы. То есть у них есть мем разбивать кокос двумя руками, они учат друг друга. И это передается, распространяется даже между видов и вот на полконе. Спасибо.